Фейки есть разные, да? Ну, в общем, база фейков – это ложь. В наше время постправды вопрос сопротивления фейков встает особенно остро. Если фейк-ньюс не дать отпор, то мировое информационное пространство может быть разрушено. К сожалению, фейки уже очень серьезно укоренились в информационном пространстве, и от них будет не так легко избавиться. Многочисленные платформы упростили сознание контента, а ответственности за недостоверную информацию, которая была у традиционных медиа, больше не существует. Только YouTube блокирует ежедневно десятки миллионов фейковых изображений. Мы сталкиваемся с индустриальным созданием фейковых новостей. Процесс переходит из стихийного в системное, что создает огромную опасность. Миллион фейков. Кстати, не только «Русский авангард», но и «Мадиглиане», сотни фейков. Там громадные скандалы в Нью-Йорке были, когда галлисты и фейки, там какой-то китаец в Бруклине писал суперработы, музейного качества, и там галлисты их продавали за много миллионов. И «Русский авангард» особенно отличался, потому что в Советском Союзе, первым образом, он был запрещен более-менее авангард, долго, да, он там практически из 30-х годов до 80-х исчез вообще там из выставок. И, ну, были частные коллекционеры и так далее, но им, как все знают, было запрещено вообще общаться с иностранцами. Ну, есть, конечно, исключения, как Костак и так далее. И поэтому провинанс русских картин в темноте, да, там нет документов, ты не можешь доказать, откуда это и так далее. А без провинанса очень легко подделывать вещи, потому что, ну, такое просто верие. Палладио вернул, собственно говоря, законы Витрувия, античные законы строительства, и потребовал, чтобы соблюдались три условия – красота, пропорции и функциональность. И канонизировал все размеры, все объемы, все пропорции, как это было, как это было принято в античности. И с тех пор классическая архитектура строится на совершенно определенных ордерах и на определенных законах. Несоблюдение этих законов считается варварством. С тех пор. Слушай, а как по-итальянски это, какая, значит, эпоха получается? Это Чинквиченто. Чинквиченто, значит, 15-й. 15-й век, потому что в итальянском исчислении веков жил в 15-м веке, в отличие от нашего русского представления о том, что это 16-й век. А у нас при этом, например, если там, допустим, мой год рождения и твой тоже – 1972-й, мы, тем не менее, родились в 70-е годы. Да. Вот. Но век у нас 20-й, хотя мы родились в 1900 какой-то год. Вот полная в этом смысле фейковая путаница получается. Палладио придумал такой ход невероятный, когда перспектива работает и обманывает. Вот ты сейчас увидишь пример этого фейкового подхода, когда мозг отказывается верить в эту иллюзию. Но российскому человеку, что такое обманывающие перспективы, удивляться вообще не приходится. У нас все перспективы обманчивые, иллюзорные. Но посмотрим, как это было подчинено законам, что называется, гармоничным, изначальным, основывающимся на базовых, еще эллинских и классических традициях. Кстати, кстати, как ты помнишь, есть такой фильм, который снимала Лилиана Ковани, называется «Игра Рипли» с Малковичем. Там же тоже сюжет построен на фейке, на обмане, на продаже фальшака. Он же работает в сфере искусства. Так вот, театр Олимпика показан как единственная вещь, которая не фейковая, которая настоящая, которую Рипли в исполнении Малкович ценит больше всего. Есть одно железное правило в создании иллюзий, вообще в эффекте театра и так далее. Все изображаемое, все адресуется к подлинному, означаемому. То есть мы как бы в этой игре, в этой иллюзии, мы должны увидеть нас. Мы видим настоящий город, настоящие улицы. И она разрушается только, когда, допустим, нарушается пересечение плана. Когда в глубине перспективной, гениально видимой, пустой улицы возникает реальная фигура человека или кошки. И мы видим, что эти масштабы сразу мгновенно нарушаются. Но в любом случае это адресуется к реальному означаемому. К реальному, которое есть в представлении каждого человека. Поэтому вот говорить об этом как о фейке вообще невозможно. Это и есть, это искусство. Рынок умных людей, которые тратят много миллионов на картины, они все-таки разбираются, да, начинают разбираться. И очень много проверяют и так далее. Музеи дают советы. И поэтому, если ты тратишь там 30 миллионов на картинку, до этого нормальный коллекционер потребует и провинанс, и сертификаты, и публикации, и где были выставленные работы и так далее. Если все это отсутствует, так он просто не купит и все. А почему люди так вот ведутся на фейк-ньюс, например? Почему они не проверяют, как богатые люди, подлинность картин? Фейк-ньюс распространяется через медиа всякого рода, да. И если медиа хорошие, и, ну, например, газеты Le Monde, Guardian, Frankfurt Allgemeine, Крецесс, это нормальные люди проверяют информацию, да. Они не печатают чего угодно, да, они обязаны проверять. Как можно жить реально, физически, как можно жить в том, что не стоит, не держится, не соразмерно, не утверждено, и даже тем, что надолго построено, оно и показывает еще и связь во времени, да, потому что архитектура, она же стремится во времени все равно, она пребывает, она не стоит, она не держит время, да, она со временем существует, потому что вот это великолепное совершенно здание, оно нам сегодня говорит так же много, как, наверное, скажет, дай бог завтра, чтобы оно устояло, да, и как оно говорило вчера. В этом плане, конечно же, архитектор, он, архитектор, он более ответственный, и если говорить о каких-то эпитетах, да, там, к творцу, да, то, конечно, не случайно средневековый архитектор, да, мастер, да, человек, он мастер, да, а бог, он все равно архитектор. Какие же все-таки могут быть найдены способы борьбы с тейком? Обычно интернет-пользователь смотрит на новостную ленту поверхностно. Намеренное распространение лжи вводит людей в заблуждение, поэтому становится важным определить, случайно это произошло или умышленно. Чтобы определить намеренность дезинформации, надо ответить на вопросы. Была ли ошибка исправлена в ближайшее время? Признает ли автор, что это была его ошибка? И как часто такие ошибки появляются в контенте автора? Медийное сообщество должно бороться за создание программы модерации контента, стремиться к объединению правдивых источников, которым можно доверять и вводить репутационные критерии, заниматься разоблачением фейков и факт-чекингом. Восстание масс – это термин Артеги и Гассета, испанского философа, который в 20-е годы написал знаменитую книгу, показывая, что в 20-е годы 20-го века произошло такой подъем очень широких масс населения. И произошло это и тогда действительно во многом революции медиа, появлению радио и таких массовых газет для населения и вообще такой гораздо более широкой среды образованного населения, которая стала читать, слушать, и возникла новая такая большая массовая интереса к политике и участие в политике. Сейчас второе восстание масс благодаря социальным сетям. И многие задаются вопросом, а что же будет дальше? То есть, каким образом это возникшая новая медиа-среда, какую она форму примет дальше? То есть, нет ничего плохого в том, чтобы изобретать всякие фейки. Плохо, совсем другое плохо то, что эти фейки пытаются выдать за правду и, соответственно, пытаются использовать эту неправду в каких-то корыстных, причем, как правило, таких нехороших корыстных целях. И тут я считаю, что этому нужно просто-напросто положить конец законодательным образом. То есть, надо, чтобы какая-нибудь авторитетная организация, типа, например, Организация Объединенных Наций, но вроде ничего такого более авторитетного в международном масштабе нет, но чтобы эта Организация Объединенных Наций на какой-то своей ассамблее постановила, что свобода лжи не является разновидностью свободы слова. Вот и все. И если вы врете, если вы заведомо врете, вводите в заблуждение общественное мнение, преследуя при этом какие-то нехорошие цели, то вы совершаете преступление. И вот под этим соусом можно совершенно спокойно закрывать, скажем, все эти помойные телеканалы типа Russia Today или какой-то Спутник или что-то там еще, потому что очень легко будет доказать, что эти телеканалы, порталы, радиопрограммы и так далее занимаются распространением лжи. Сейчас поняли, что это опасно, и этим занимаются. Не знаю, до какой степени это успешно, потому что это очень сложно уловить или контролировать, и так далее, если можно тонко очень влиять на людей в течение разговора или как-то, это не сразу видно, что ты чего-то хочешь, что это другая цель и так далее. Но все-таки в сознании людей и медиа и так далее фейк вошло серьезно. Ну, два года назад, например, началась эта история серьезно воспринимать, да? До сих пор правительство, в общем, этим не занималось, но поскольку это в сознании человечества, и все об этом пишут, люди проснулись и как-то реагируют на это. Никак с ним бороться невозможно. Единственное, это вкладывать огромные денежища в образование, чтобы количество тупого населения сокращалось, и, соответственно, процент людей, готовых поверить в то, что норвежцы зеленятся на собаках, то он должен сокращаться сам по себе. Как бороться с фейком? Плати за информацию. Если человек готов платить за музыку, мы же уже как-то построили общество, которое считает, что если ты хочешь скачать фильм, то ты должен за это заплатить. Люди уже готовы, например, платить за сериал. Хотя раньше все бесконечно качали на торрентах. Потихонечку вот в этом направлении или там, не знаю, все подписаны на какие-то там, не знаю, музыкальные плееры, на iTunes, на Spotify и готовы платить, а не скачивать бесплатно. Точно так же нужно, чтобы человек потом в какой-то момент начал платить за информацию, потому что эта информация не является фейком. Ну, условно говоря, у тебя вокруг все фейк, но так как тебе страшно надоело, ты хочешь хоть как-то начать ориентироваться в этом медиапотоке, ты плачешь, ты плачешь, там, не знаю, газете, ведомости, ты плачешь не рутаймсу, и ты знаешь, что ты от них получишь только качественную, взвешенную, честную информацию, честный продукт. И просто мы придем к системе, в принципе, этой медиамодели, когда человек перестанет доверять тому, что он видит в собственной линейке Фейсбука, когда он перестанет доверять там блогу в Ютубе, а будет доверять тому блогу, за который он заплатит. Может быть, через эту финансовую модель, через этот paywall мы выстроим какое-то новое отношение. Фейком на фейк отвечать невозможно. Откровенно говоря, я как журналист, я просто в силу моей профессии и опыта всю жизнь отвечала на фейк настоящей информации. Тот же рецепт для читателя, как добраться к правде абсолютной, он не существует. Не существует. Просто каждый должен думать, то, что в его возможностях проверять, и знать, что он может оказаться как манипулированным. Люди это должны знать, дети это должны учиться в школах, какая-то медиальная грамотность должна быть, что они должны отличить блогера и соцсеть от общественного телевидения, где человек всегда выступает под своим именем и не как там Илья Муромец или я не знаю, как подписывается. Такого человека я вообще не воспринимаю всерьез. Я прочитаю, но не воспринимаю всерьез. Почему он не подпишется? Я всегда выступаю под своим именем. Я несу уголовную ответственность за враньё. Это очень важно. А это в интернете абсолютно теряется, эта ответственность. Но если я в газете, или давай напишу явную ложь о ком-то, он, конечно, у меня перед судом не встретится. Я буду отвечать за свои слова. Здесь встаёт вопрос, что сможет ли эти нейронные сети, по которым вирусно движутся, вспыхивают и вирусно движутся какие-то сообщения, сможет ли эта вся среда каким-то образом удержать себя от самоуничтожения, вообще говоря. Потому что при определённом развитии событий есть такая угроза того, что здесь может случиться катастрофа только благодаря семантике. Итогом всего этого информационного шума колоссального на самом деле будет полное молчание. Господь не дурак. Он нас приведёт в итоге к тому, что мы сами упрёмся в невозможность высказывания. В то, что я скажу А, вы скажете Б. Я скажу С в поддержку своего высказывания А, вы скажете Д, уйдя в глухую несознанку. И всё. Нам больше не о чем говорить. Мы молчим. Кончится это всё просто тем, что мы будем разговаривать только между собой. Те, у кого позиции схожи. Это видно в интернете, в так называемых вот этих вот social bubbles, когда социальные сети, эти френд-ленты формируются, в них включают основу людей, с которыми не ругаются, не спорят. Людей со схожими убеждениями. И мы друг друга вот так вот подпитываем. Каждый живёт в своём пузыре. А между собой пузырей общаются всё меньше. Тоже будете на уровне высокой политики. Молчание, тишина. Каков здесь ответ на вопрос о том, что будет? Ну, во-первых, первая сторона ответа заключена в том, что никогда в истории невозможно возврат назад. То есть вы не можете занять позицию того, что давайте вернёмся к тем ценностям, на которые мы опирались до начала новой эпохи. Это никогда не работает, потому что фарш истории нельзя провернуть назад. Фарш невозможно провернуть назад. Поскольку мы знаем, что речь идёт об организованной пропаганде, то вот опять же, то есть им, для них жизненная необходимость фейк. Без фейка они никто, пустое место. А мне зачем фейк? Я на стороне, скажем, западного путеразвития, который без фейков доказывает своё преимущество. Это значит, это означает, что по отношению к новой ситуации угрозы мы можем только изнутри неё же найти ответ на то, что делать. Это фундаментальный момент. Человечество в какие-то моменты истории сталкивается с проблемой и решает её. На мой взгляд, то, что происходит с медиа сегодня, это примерно как изобретение атомного оружия. Появление атомной бомбы перестроило всю систему международных отношений. Сдерживание, взаимоотношения государств повлияло на понятие суверенитета, выработало новый язык, вообще говоря, дипломатии. И вот это сопоставимые вещи. Человечеству надо найти теперь заново какой-то способ своего взаимодействия с медиа. Многие говорят, что да, надо повышать медиаграмотность, то есть то, что называется медиалитераси, что, может быть, надо вводить какие-то правовые нормы, особенно в Германии об этом много говорят, в отношении социальных медиа и того, что в них происходит. Может быть, надо создавать какие-то специальные группы контроля, подчинённые международным организациям влиятельным, ну, или сохраняющим влияние. Может быть, по-другому должна быть устроена даже и сама схема фактчекинга в традиционных медиа. Традиционные медиа во многом опираются на старую систему фактчекинга, считая, что проверка факта, она будет работать, но на самом деле мы видим, конечно, что независимо от этой позиции, классической позиции, тем не менее, даже новостные сообщения, которые прошли фактчекинг, подхватываются и искажаются социальные медиа таким образом, что редакция часто может просто схватиться за голову, когда она видит, каким образом начинают двигаться фрагменты её информации в социальных сетях. Весь этот предлагаемый сегодня, такой пробный контур мир, это только пока ещё наброски, потому что здесь проблема гораздо больше, она потребует какой-то новой философии, несомненно, действительно сопоставимой с тем, каким образом мир переосмыслял себя после изобретения оружия массового поражения. С людьми надо разговаривать, с людьми надо разговаривать, и вот и всё. Ну, надо их понимать, надо понимать, почему они думают так и не иначе. Все изменения происходят в людских головах, происходят в настроении общества. Ничего другого сделать нельзя. Я, например, не верю, что сейчас, в 21 веке, возможно, там какой-то просвещенный абсолютизм. Довольно популярная идея. Я вам от многих её слышу, а вот бы вот, иначе это бы какого-нибудь благонамеренного в России, и вот лет так на 10. Я в это не верю. Я верю в то, что ничего хорошего не будет в обществе, если оно, если в нём не будут критическую массу составлять взрослые люди. Опиночист взрослых людей не воспитывает. Взрослый человек – это человек, который способен предугадывать последствия своих поступков и не отказываться в соответствии за них. Вот. Взрослые… Общество становится взрослым, набив себе шишки, научившись этому. У нас в России периодов, когда люди были предоставлены сами себе, очень мало. Я вообще, должен сказать, я патологически мало вру. Как-то в этом смысле я урод. И надо стараться больше. Вот когда выпью, это органичнее получается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»